Всем здравствуйте, здравствуйте, друзья мои! Я очень рада снова видеться с вами, извините-извините за мои долгие задержки с видео, очень много всякого случилось, я была занята, друзья, но я всё равно, конечно же, вернулась к вам с новыми интересными историями, а также, как вы видите, с новыми видео. Вот эта ферма, Данки Ценчурис, вы помните, наверное, я вам ссылочку дам, те, кто ещё не видел вот эту прелестную ферму осликов. И я её снова посетила, вот и нашла своих друзей. Да, друзья, но сегодня я хочу вам рассказать в своём видео ещё о двух моих встречах, очень интересных, скорее всего, для вас будут новый опыт, как говорится, приобретаем. И я, и вы пытаемся по возможности учиться на чужих ошибках, но не всегда это получается, поэтому сами чаще всего, пока не набьём себе шишек, не поймём, что к чему. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее и давайте начнём. Мой первый рассказ будет о мужчине, которого зовут Грэхом и которому 72 года. И живёт он опять же там, на Мэйнленд, на Большой Земле. И, в общем, познакомились мы с ним опять на сайте знакомств, как вы понимаете. Переписка, не могу сказать, что прямо так меня заинтересовала. Скажу вам прямо, очень-очень много сейчас мне приходит писем, и всё больше и больше. Я уже больше месяца нахожусь на сайте знакомств. Как вы, может быть, помните, я записана, я заплатила за три месяца. Вот, по 25, по-моему, фунтов в месяц, довольно дорого. Но вот получилось, что это, эти деньги, они оправдываются. Так вот, каждый день по 20 писем я пишу, стараюсь отвечать, конечно же, быть очень вежливой. И останавливаюсь только на тех, кто мне понравился как-то сразу, и кто моё внимание привлёк. А вот Грэхом, он как-то оказался, вы знаете, немножко в сторонке. Я не могу сказать, что прямо так сразу он меня заинтересовал. И я вам даже, знаете, поясню. Потому что, во-первых, у него там на фотографии, ну, он такой, да, довольно-таки приятный. Удивило меня то, что первое, о чём он сразу решил сообщить в своей анкете, это была информация о том, что у него есть собачка. И вот этот рассказ о его собачке как-то сразу немножко меня насторожил, вы знаете. Я опасаюсь вообще фотографий мужчин на сайтах знакомств с собачками на руках, с внуками на руках, там, не знаю, с гитарами, ещё что-нибудь. Или там они вот в шлеме на мотоцикле. Вот эти все истории, они как-то меня немного пугают, потому что мне кажется, что если человек сразу в первых строках или на первой же фотографии показывает себя с собакой или с внуками, значит, это у него приоритетные вещи, да? Вы понимаете, о чём я говорю. Ну, и я ничего не имею против собак. Вы знаете, я очень даже благосклонно отношусь к собачкам. И я очень люблю собачек. У меня дома были несколько в разное время. И кошки, и собаки жили, и рыбки тоже. Ну, это, понимаете же, что это как-то всё-таки хобби, и не нужно выставлять сразу на первый план вот это вот всё. Так вот, а Грехом, значит, он стал писать мне очень-очень какие-то длинные, трогательные письма, опять же, рассказывать о себе, что он живёт рядом со своей дочкой, что он давным-давно один, он развёлся больше 15 лет назад. Ну, вот была у него там партнёрша какая-то, как они обычно называют. Вот, но тоже, в общем-то, они разбежались. И сейчас он вот снова новые отношения ищет на этом сайте. И я его заинтересовала. И вот он мне всё пишет и пишет, пишет и пишет. Я как-то что-то, знаете, ну, не могу я так много отвечать. Сами понимаете, у меня английский язык не так уж хорошо развит, чтобы мне ещё и пистолярным жанром заниматься. И я ему дала свой телефон. Думаю, уж если человек такой настойчивый, ну, пусть, ладно, позвонит, поговорим. И он сразу же мне позвонил и сразу же сказал, что я прям готов приехать. Я говорю, вы знаете, что я на острове живу. Да-да-да, нет проблем, я приеду. У меня есть машина, какая-то Мазда там спортивная. Я немного удивилась, что человек так быстро согласился приехать. И, ну, так немножко его порасспрашивала. Говорю, как вы там, с достатком-то у вас всё в порядке? Всё-таки билет дорогой на машине через наш паром, на нашем пароме, через пролив. Получается там порядка 150 фунтов. Но он говорит, да, всё в порядке. Только единственное, что я не могу оставить свою собачку ни с кем. И поэтому вот я приеду с собачкой. А вот вы как к собачкам относитесь? Я говорю, ну, я уже поняла, что у вас собачка. Ну, конечно, мне без разницы, приезжайте с собачкой. Особенных проблем нет. Он мне говорит, вы мне напишите свой посткод, напишите свой адрес. Я же должен знать, куда мне подъехать. Ну, я говорю, вы знаете, я вас к себе в гости не приглашаю, поэтому и адреса вам не дам. Если вы желаете, мы можем, конечно, встретиться. Вы настаивали на этом. Но посидим где-то в пабе, выпьем по чашечке кофе, а там видно будет. Ну, ладно, хорошо. Значит, договорились. Я ему сказала, есть название улицы, вот такое, вот такое. Вот вы там припаркуетесь, мне позвоните, когда приедете. Я выйду и вот так и встретимся. Ну, на то мы порешили. Вы знаете, в назначенный день, в назначенный час, как говорится. По-моему, это была среда, что-то средина недели. В общем, погода вообще кошмар. Дождище. Мало того, что дождище проливной, да еще и с ветром. Знаете, звонтик, зонтик не спасет. Ну, думаю, вообще, конечно, супер, как говорится. Вспомним опять собачку. Хозяин собачку в такую погоду даже не выгонит из дома. А тут вот, пожалуйста, встреча. Ну, ладно, так или иначе, человек приехал. Он звонит. Я выхожу. Взяла зонтик, выхожу. Смотрю, машина на углу стоит. И, значит, он не припарковался, а прямо на углу там приостановился. И сидит в машине. Я подхожу к этой машине. Машина, товарищи дорогие мои, двухдверная, малюсенькая. Знаете, спортивная, очень-очень низкой посадки. Такая, что там в нее, знаете, только залезать, в общем-то, с колен. Вот. Я подхожу. Он сидит, выглядывает. Я, значит, подошла. Зонтик у меня из рук. Ветер вырывает. Дождь так неприятно, знаете. Но я наклонилась. Привет, привет. Он даже не вышел из машины. Я-то, понимаете, хотела сразу сесть в машину, подумала, что раз человек подъехал, раз он на машине, значит, я сажусь, мы куда-то едем. Вот как-то так, понимаете. Ничего себе подобного. Я наклоняюсь, вижу в его машине, значит, на этом сидении водительском, на пассажирском. Сидит собачка эта его маленькая. Там у нее одеяло подстелено. В общем, мне места нет. Машина двухдверная, как я уже сказала. То есть два сидения, понимаете. Он и собачка. Я, знаете, не то чтобы удивилась, но я вообще, я даже не поняла, что происходит и как вообще, что теперь дальше-то. И главное, что он сидит хоть бы что. И собачка хоть бы что. Полный игнор. Ну, в общем, я говорю, чего теперь будем делать? Ладно, я сейчас вот там вот за углом припаркуюсь. Сейчас я выйду и решим. Я говорю, ну хорошо, давай. Он, значит, за угол туда поехал чуть-чуть дальше, стал парковаться. Я стою, дождь льет. Держу уже свой зонтик двумя руками. Уже мне это не нравится страшно. Ладно, хорошо. Он выходит из машины, значит, обошел вокруг, открывает дверь для собачки. Собачку берет на ручки, начал ей там пристегивать ошейник. Знаете, все это так медленно. Как будто на улице, знаете, солнечный день, великолепная погода. Я же говорю, свищет ветер и дождь лещет. Он, значит, вот это вот все там проделывает. Я стою. Так, думаю, ну приехали. Ну, в общем, в конце концов, он повернулся. Я ему уже помахала. Он, значит, повернулся с собачкой, подошел ко мне. Вот, познакомьтесь, моя собачка. Собачка стала бегать вокруг. Естественно, сразу запуталась там. Я в ее этом ремешке очень длинном. Мне все ноги перепутали. Ну, короче, это все, как бы, казалось бы, ладно. Ну, я понимаю, ну собачка, да. Но человек же должен как-то тоже отдавать себе отчет, что он приехал на свидание с женщиной в первый раз. При том, что так стремился, так хотел. И вот, значит, все внимание своей этой собачки. Ладно, я говорю, и что мы теперь будем делать? Так я думал, ты пригласишь нас в гости. Мы же ехали там целый час. Вот моя собачка, не помню, Шпоник или как-то там ее зовут. Парень, двухлетний мальчик. Значит, собачка устала. Вот нам надо тут попить что-нибудь, поесть. Вот я бы хотел вот в гости. Я говорю, ты знаешь, я же уже сказала. Никаких гостей. Я в гости тебя не приглашаю. Вот. Ну, и, значит, я говорю, если уж на то пошло, такое-то замешательство. Я говорю, хорошо, вот моя машина. Сейчас я, значит, сажусь в свою машину. Я еду, а ты с собачкой на своей машине едешь следом за мной. Или, говорю, если хотите, садитесь в мою машину. У меня машина четырехдверная, большая. Он опять говорит, нет, нет, нет. Моя собачка только ездит в моей машине. Она не привыкла, она не поедет, она не сядет. Я говорю, ну, хорошо. Остается один вариант. Значит, я еду впереди, вы едите с собачкой сзади. Мы поехали. Вы же понимаете, да, что уже у меня настроение вообще испортилось. Невозможно. Думаю, ну, смешно просто это все. Ну, вот смешно в самом деле. Взрослый человек, 73 года, он не понимает. В общем, я приехала в ближайший паб, где возможно припарковаться, такой неплохой. Вот, значит, выходим. Он опять с этой своей собачкой. Собачка резко захотела по нужде. Значит, побежала куда-то в кусты. Я говорю, ну, хорошо, я пошла. Вот здесь вот вход, вот пап, смотрите. Значит, я пошла, я возьму себе кофе. Что вам взять? Нет, нет, мне ничего. Я говорю, ну, хорошо. Я захожу. В общем, даже мне уже, знаете, смешно. Зашла, купила себе, взяла себе кофе. Села там за большой стол. Думаю, собачка же еще. Вот, заходит он со своей собачкой. Только подошел, уселся. И тут же собачка запрыгнула на диван. Там диван, диванчик такой небольшой. Она тут же запрыгнула на этот диванчик. Значит, начала кружиться, кружиться, чтобы лечь. И он с себя снимает куртку. У него куртка джинсовая. Он снимает с себя эту куртку, значит, и подстилает своей собачке на этот диванчик. Говорит, вот, 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 давай сюда, сюда, сюда. Собачка уселась на его куртку, развалилась, легла. Вот он без, он никак не может. Ему надо подстелить, потому что здесь клеенка, он так не привык. Я сижу, думаю, мама моя дорогая, куртку снять с себя, постелить собачке. У собачки грязные ноги, на улице дождь, хотя сказать снег, дождь, ветер, на улице слякоть, грязь. Думаю, как хорошо, что я не согласилась эту собачку взять, пригласить домой его с собачкой, потому что я представляю, что собачка у него невоспитанная. Если она сразу заскочила на диван в пабе, значит, она точно так же и бы на мой диван заскочила. Несмотря на то, что я люблю животных, я не против, вы понимаете, но как всему, как говорится, свое время. И вот здесь его, эта собачка, она была совершенно не ко времени, вот я как-то думаю так. Ну, знаете, чем дальше, тем смешнее, как говорится, мне это уже, я вижу, что мужчина... Опять герой не моего романа, да? Вот, ну и все равно думаю, ну, раз уже приехали, ладно, хорошо, поговорим. Вот мы уселись, он взял себе пиво. Значит, я говорю, ну так, чего, хотел ты обсудить, поговорить, ты приехал, меня вот увидел. Да-да-да-да, вот я только немножко расстроен, что ты не пригласила нас сразу домой, потому что я хотел твой дом посмотреть. Я говорю, прям даже да, вот так. Да, я говорю, ну ладно, хорошо, может быть, каким-то другим разом. Он, значит, мне говорит, ну хорошо, тогда ты мне расскажи, а какой у тебя дом? У тебя дом, ты снимаешь, арендуешь, у тебя квартира, у тебя чего там, сколько комнат? Я говорю, опять, вот прям вот так? Я говорю, это у тебя первый вопрос о квартире? Какая у меня квартира? Я говорю, ты меня просто, говорю, все больше поражаешь. Ну, в общем, знаете, мне стало вообще смешно. Вот, и я начала немножко даже, знаете, над ним прикалываться. У меня есть такое. Вот, он, значит, говорит, что да нет, нет, ну я просто, чтобы разговор поддержать. Я говорю, это вот такое интересное, поддерживать разговор, начиная с того, какая у меня недвижимость. Ай, не могу. Ну, в общем, он говорит, ну я тогда не знаю, как разговор поддерживать. Я говорю, ну хорошо, давай я тогда буду тебе вопросы задавать. Ну, и я, конечно, тут оторвалась по полной. Я говорю, а так, рассказывай, чем ты живешь, чем ты дышишь, какие у тебя интересы? Я говорю, про свой дом расскажи. Он, значит, вот, я гитарой. Когда-то увлекался у меня очень много гитар. И я вообще пенсию очень хорошую получаю. Вот я сейчас только ищу компаньона, все остальное у меня замечательно. Я говорю, а какую же большую пенсию ты получаешь? Он говорит, я получаю тысяча фунтов пенсию в месяц. Я говорю, боже, какая большая у тебя пенсия. И мне опять смешно, потому что эта пенсия, ну, она не то чтобы большая, она самая-самая обычная, средняя пенсия государственная в Англии, понимаете, да? Ну, минималка где-то порядка 850. Ну, вот тысяча, это чуть больше минималки. Вот такая пенсия очень большая у него. И я говорю, ну, а что, небольшая? Я говорю, ну, по мне, так, пенсия совершенно обычная. Хотя мне все равно. Ну, как, если мы будем жить вместе, вот у тебя же еще пенсия, тогда будет нам легче. Я говорю, да, вот на самом деле, просто супер опять. Ну, он тут немножко, наверное, почувствовал подвох какой-то, что я откровенно смеюсь. И он говорит, а что такое, почему вот ты так относишься с сарказмом, а что не так, почему не так? Я говорю, ну, все дело в том, что как-то я не готова к такому объединять пенсии. Говорю, ты хотя бы у меня спросил, а то, получается, без меня меня женили. Он говорит, так ты же на сайте знакомств, ты же понимаешь, что вот я приехал, я с серьезными намерениями, мы должны сразу решить, как мы будем дальше жить, объединять наши пенсии и где и как. Я говорю, знаешь, в общем-то я нет, я к этому не готова. Извини, конечно, ты проделал огромный путь, но вот как-то у нас, понимаешь, сразу не то, чтобы там не зажглось что-то вообще. По-моему, у тебя интересы совершенно другие, вот ты вот с этой своей собачкой. Мне это как-то все абсолютно не нужно и далеко. Я, извини, ищу другого мужчину. Ну, и он такой, и что мне теперь делать? Я говорю, ну, я не знаю, что тебе делать. Я понимаю, что ты вот приехал как-то так, поиздержался, да, и собачка твоя устала. Я говорю, может быть, тогда где-то вы еще посидите, отдохнете немножко. Я говорю, а я, наверное, вот уже вот поеду, я домой. Ну, вот и все. И вы знаете, я встала с легким сердцем. Говорю, до свидания, Грэхам, до свидания, собачка. Повернулась я и пошла. И всю дорогу, сколько я ехала, то я и хохотала. И, вы знаете, вот несмотря на то, что я вроде всегда думала о себе, что вот я вот не могу вот так вот как-то грубо-резко, а потом у меня эмпатия очень сильно развита. Как-то, знаете, не хочется обижать людей за просто так. Вот, но тут в этой ситуации я посчитала, что я сделала совершенно все правильно. И человек сам должен был понять, что так себя не ведут. Ну, и вот, понимаете, что какой вывод-то из всего этого я долго рассказывала, мне смешно. Ну, как это возможно вообще? Вот теперь я думаю так, как я и раньше всегда сторонилась этих людей на сайтах знакомств с собачками на руках. Вот это точно, понимаете, история. Она доказала мне, вот это вот моя сегодняшняя история, встреча. Она доказала мне, что я абсолютно права. А и вам тоже, дорогие мои девушки и женщины, которые на сайтах знакомств тоже ищут мужчину, я рекомендую обратить очень-очень особое внимание, если мужчина фотографируется с собачкой, с внуком, с ребеночком, значит, еще там с чем, то, значит, это у него приоритет. Это у него на первом месте. Вот так вот и получится, да, как здесь. То есть вот этот человек взрослый, он подумал, что вот он любит свою собачку, и я должна его собачку сразу полюбить, целовать, обнимать, носить на руках. Такого не бывает. Вот как бы я даже не могу сказать, что мне какое-то у меня было расстройство по этому поводу или что. Просто смешная история. И я, когда ехала в машине обратно домой, я подумала, ну ладно, хорошо, прогулка, нормальная все. А потом еще оказывается какой-то экспириенс, опыт. Ну и вот будет, что вам рассказать, наверное, я думаю, так. Ну а вторая история, уж коль скоро я вам обещала, друзья, получилось, наверное, длинновато. Ну, вторая история совсем коротенькая. Я просто хочу вам рассказать о том мужчине, который мне показывал жилье, дорогущее за миллион семьсот, за миллион четыреста. Мы дважды с ним ходили по вот этим вот красивым квартирам, огромным, вы его помните, его зовут Патт, вот, мужчина-ирландец. Так вот, некоторые женщины заметили, обратили внимание и написали мне, что он на меня, значит, очень обращает внимание. Вот, Галина, не теряйтесь, богатенький мужчина, надо брать. То есть, вот вы знаете, некоторые, да, наверное, действительно, женщины обладают интуицией. Они немножко поняли. На самом деле, первый раз, когда он мне показал вот эту вот, значит, эту квартиру, он дал мне свой телефон и сказал, что если вдруг найдешь покупателя, то, конечно, конечно, но вот под таким предлогом. Мы, то есть, обменялись телефонами. Он взял телефоны у меня также. И что вы думаете вечером? Очень-очень поздно вечером, наверное, где-то после 11 часов, ночи уже, вдруг я слышу, позвонил у меня мобильник, звонит, звонит. И я, значит, смотрю, и это его номер высветился. Позвонил мне. Среди ночи называется. Ничего себе думаю. Я сняла трубку, значит, ну и слышу, что человек очень-очень сильно выпивший. И он говорит, что вот мы с другом сходили сегодня в паб, так долго сидели, посидели. Вот уж извините, пожалуйста, Галина, но я весь вечер думала о вас. И вот сейчас приехал, мне так одиноко. Вот я тут сижу один. Вы даже знаете, где я сижу, вот там на четвертом этаже. И у меня осталась бутылочка хорошего шампанска. Может быть, вы мне составите компанию, или если вы, может быть, хотите вина, у меня вино есть. Вот приходите или скажите, куда я подойду. Я думаю, вот это заявки, да. Я говорю, Пат, вы извините, конечно, меня, но я как-то не готова к каким-то вечерним встречам и распитиям либо вина, либо шампанского. Нет, нет, нет. Ну и все, он извинился, разговор наш закончился. Думаю, вот это ничего себе так, да, человек. При том, что я знаю, что он женатый. Я спрашивала у него, и он сказал, что у него семья в Лондоне. У него там маленькие дети, ну как маленькие, школьники, дети. И, значит, у него там жена, они ждут, когда он продаст все это. Он занимается продажей как раз вот этой всей недвижимости. Ну, решил человек какой-то маленький адельтерчик здесь себе организовать. Ну, вот так получилось. И вот, наверное, так же, если кто-то внимательно смотрел мое второе видео, то, наверное, вы заметили, что он уже такой ходил понурый-понурый. В глаза мне не смотрел. Скорее всего, что и похбелье у него, наверное, было после вчерашней бурной ночи. Ну и потом, как получилось, я-то вообще-то даже и не собиралась я второй раз идти на просмотр квартиры. Ну, мы уже с вами имели представление, что там на самом деле за квартиры. Вот, но получилось так, что вот это место как раз там, где расположен этот отель, и там рядом пляж, и на этом пляже очень хорошо парковаться рядом с пляжем. И я почти, ну, очень часто я там бываю, не почти всегда, но очень часто купаюсь там, загораю. И вот получилось так, что я и в этот раз тоже приехала. Приехала, он сразу же увидел, я приехала не одна, с подругой, с Татьяной вот как раз. Он сразу нас увидел в окно, помахал, выскочил, стал извиняться, извиняться, что вот так получилось, опять одно и то же. Я говорю, да ладно, ничего страшного, бывает всякое в жизни, мы друг друга иду. Я надеюсь, мы друг друга поняли. Он очень обрадовался и говорит, ну, все-таки, может быть, пойдемте, я все-таки покажу. Покажу вам квартиру. Ну, вот я и пошла. Поэтому, знаете, кто-то мне там тоже сказал, что я одета там ни по форме, ни по времени. Но вот я как раз шла с пляжа, вот так и была одета. Здесь это вполне себе даже нормально. И то, что он в шортах тоже был, потому что это пляжный вариант, потому что было тепло, лето, солнце и пляж. Ну, вот такую коротенькую вторую историю я вам рассказала. Рассказала лишь только потому, что у меня, опять же, многие спрашивают, Галина, вы что, вы что там, дерзайте, хватайте мужичка, мужичок замечательный, прекрасный. Я поэтому и объяснила, что мне женатые абсолютно неинтересны, а дюльтеры как-то тоже, знаете, мне не нужны. Ну, вот такие вот сегодня у меня для вас истории, друзья. Пишите, пожалуйста, как обычно, ваши комментарии. Не забудьте, друзья, поставить лайк. Те, кому понравилось это видео, я, как всегда, желаю вам всего хорошего. Берегите себя, пожалуйста, в это трудное время. Мы с вами скоро обязательно встретимся еще. Всего вам доброго. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok